Пограничный Кипарисово, Хароль, Дальнегорск, Октябрьский, Кавалеровские районы. В Приморском крае продолжают полыхать лесные пожары. Их общая площадь выросла до 3000 гектаров. Далеко не все возгорания удалось локализовать. Службам лесохраны пришлось задействовать и свой последний резерв. По поручению губернатора Приморского края с целью усиления контроля за доступом населения в лес, в состав оперативных групп включены также сотрудники ОМОНа. Это группы, которые предотвращают доступ населения в лес и занимаются выдворением несознательных граждан из леса. Нынешний сезон характеризуется высокой напряженностью. Число природных пожаров уже превысило 500 вместо обычных 300-400. В крае ежедневно работают три воздушных судна, нанимаемых по договорам, Приморской авиабазой охраны лесов, которые совершают патрульные облеты в поисках новых очагов огня. Прибыл в Приморье для оказания помощи в тушении природных пожаров и самолет Бе-200 ЧС из Хабаровска. Однако прогноз на ближайшее время неутешительный. Судя по погоде, еще неделю-две, минимум, пожары будут продолжаться. Большое опасение вызывает открытие охотничьего сезона с 1 ноября, в связи с чем к губернатору Приморского края подготовлено обращение о переносе сроков данного сезона. Много пожаров в этом году произошло от шишкарей. Обычно у нас осенью пожары беговые, которые легко тушатся воздуходувками. В этом году много пришлось делать работы с помощью ручного инвентаря. Причиной всех пожаров в крае и специалисты и жители края называют человеческий фактор. Палы, кроме шишкарей, устраивают местные фермеры, охотники и просто хулиганы. Для выявления виновных и установления причин возгорания отработало 19 патрульно-контрольных совместных с полицией групп. По результатам работы данных групп составлено 16 протоколов за сутки. Возбуждено три административных расследования. МЧС напоминает, что природные пожары опасны для населенных пунктов и наносят непоправимый ущерб экологии и призывают граждан строго соблюдать требования особого противопожарного режима. Безответственное отношение создает реальную опасность для жизни людей, обитателей лесных массивов, а значит является самым настоящим преступлением. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.